Куреш Как правило, на праздновании звучит крымско-татарская музыка, а для гостей накрыты столы. После – зрелищное состязание на поясах юных борцов. Самые сильные забрали главные призы – двух баранов. Я первый раз выиграл барана, но и буду стараться повторять этот результат каждый год. Как рассказали организаторы мероприятия, самое главное – донести до молодежи важность двух мусульманских праздников. Необходимо, чтобы народ активно участвовал, видел друг друга, поздравлял друг друга. Потому что именно в этот день у крымских татар двери их домов открыты для гостей. И, конечно же, есть возможность, поддерживая родственные связи, навестить своих родных, близких, друзей, соседей, напомнить о себе и, конечно же, быть ближе друг к другу. И жители Сарыбаши не остались в стороне. Яркие костюмы, выступления маленьких артистов и крымско-татарская песня «Менгемиджиоладжам». Именно с этого номера началось празднование Великого Байрама. Такого рода мероприятия у нас проводятся ежегодно. Они проводятся у нас на местном уровне, но в этом году это уже более такой обширный районный уровень. Тем самым мы всем доносим свои обычаи, традиции, культуры. То есть дружно, все вместе, независимо какой национальности, все приходим на этот праздник, поддерживаем друг друга. Различные игры, викторины, конкурсы и развлекательная программа с аниматорами для детей. Помимо этого подготовили и аттракционы. Я нашла очень много друзей, я прыгала на батутах, переходила кольцо. Концертная программа никого не оставила равнодушным. По словам гостей, праздник сближает жителей и дарит незабываемые впечатления. Каждый год у нас праздник, но это вообще особенный. Ну а главным событием празднования стало традиционное соревнование на поясах Куреш. Захватывающий поединок всегда отличался борцовским духом. Уложить соперника на лопатки в течение шести секунд – вот настоящий показатель Батыра. Успех ждал самых крепких и выносливых. Для гостей был накрыт праздничный стол. Всех угощали крымско-татарскими национальными блюдами, главным из которых стал традиционный плов.